Здравствуйте, меня зовут Леня Смарагдова, я художник и преподаватель рисования. Сегодня мы продолжим наш третий урок и разберем наших любимых животных. Я обожаю животных, ты видел мои картины, у меня просто целый зоопарк я уже собрала, поэтому это как раз моя любимая тема. И опять же, учитывая, что это третий урок, мы с вами знаем по двум предыдущим, что вся наша база классической школы и все, что окружает нас в нашем реальном мире, оно подвластно двум, я уже как это, попка-дурак, да, красная шапочка, ты дура, да, почему дура? Ну, шапочка красная, колготочки красные, туфельки красные, вся в деле, что-то я как дура. Ну, я как попка-дурак, да, вот я буду сейчас все пять уроков повторять одну и ту же мысль о том, что все подвластно геометрии, в нашем материальном измерении, я не знаю, кто верит в миры происхождения, у нас все в геометрии, геометрии и перспективы это наши такие самые ближайшие родственники для классического рисунка. Итак, сейчас мы с вами, я тут или справа или слева вам показываю принципы, как разобрать животное. То есть мы должны понимать, что есть принцип, вот и сейчас как раз схематически это показываю. В чем разница, когда вы рисуете того или другого зверя? Ребята, всегда обращайтесь к анатомическим атласам. В свое время я очень много рисовала и разбирала именно анатомические атласы животных и людей. Есть такой профессор, художник немецкий Бамес. Замечательные книги, они выдержали огромное количество переизданий. Они тоже есть в интернете, в общем, в открытом доступе. Он очень-очень подробно все разбирает именно с точки зрения геометрии. А на ней это, собственно говоря, все и построено. Когда вы работаете над животным, у вас абсолютно тот же самый принцип, что вы рисуете там цветы, шкафы, стулья, табуретки, здания, все то же самое. У нас есть каркас у животного, который тоже подчинен принципу геометрии. И самое интересное, вот я схематически рисую такой прямоугольник, из которого вырастает хвостик и голова. Так вот, обратите внимание, что углы, основание там, где угол, и вот мы вот это делаем лопатки таким перекрестным, перекрестными линиями, именно вот из этих углов выходит шея и выходит хвостик. То есть, когда ребята, например, рисуют животных, они не знают, куда хвостик деть. Так вот, если вы создадите вот эту прямоугольную форму, вот она, и здесь у нас, да, вот как раз то, что я показываю на рисунке, и здесь вот вы делаете вот такой перекрест, это как раз лопатка или, господи, тазобедренная часть ноги, да, вот она у нас идет, если перья, то это у нас лопатка вот отсюда вырастает, то вот именно с этой точки, вот угла, вырастает хвостик. То есть мы вот так вот насаживаем тело, вот так вот лапки, но хвостик именно вот из этого места вырастает. Также вот это как раз рукой, вот как, ой, смотрите, я рукой, мне удалось. То есть вот здесь у нас идет хвостик, а вот здесь вот у нас идет вот именно из этой точки у нас идет голова с вами. А здесь у нас вот как раз лопатка идет, вот здесь голова. Вот этот момент, который очень важно обратить внимание. И дальше я, когда работаю над своими животными, не знаю, видели ли вы серию моих прекрасных зверей, бестионарии мои, они собраны из разных-разных зверей. Что там, в чем особенность? То есть каждый раз, когда вы начинаете работать с новым зверем, вы обращаетесь к анатомическим атласам именно по животным. Вам, вот вообще ваш друг навеки вечный, там есть книги, я уже про него говорила, потому что строение головы, строение, да, принципы одни и те же, но даже особенность скелета, как он идет, какой наклон. То есть принцип вот один и тот же. Живот я вам сейчас вот это нарисовала. А вот как у него вот так тело пойдет? Например, у жирафа голова еще длиннее. Строение лапок. Они тоже идут по одному и тому же принципу. Но более того, даже у слонов, если вы начнете разбирать разные породы, у них ножки все равно отличаются. То есть для тех, кто хочет углубиться в изучение рисования животных, обязательно, ребята, изучайте анатомические атласы. Это ваши друзья, без которых вы просто не проживете. Где-то уже делаешь по интуиции. Но даже я, когда начинаю рисовать своих животных и собирать их из разных животных, я все равно начинаю смотреть анатомические атласы. Потому что лапка, хвостик, все-все, даже внутри породы может быть по-разному. Даже если, например, любите либо кошечек или собачек, но возьмите даже разные породы собачек. На них очень контрастно можно объяснить. Где-то пропорции у собачек, которых любит королева Англия. Я, к сожалению, не разбираюсь в собачках, кроме как визуально. Или таксочки. У них абсолютно разная длина тела, разная пропорция, разная пропорция головы. Если возьмете, например, овчарку, у нее будет она ближе такая к волку. То есть она такая крупная у нее, лапки крупные, такие ушки крупные. А если вы возьмете той терьеры, маленькие такие, знаете, вот под мышкой носят, маленькие такие, хорошенькие. Голова такая, кажется, большой, твои глазки выпучены, тельце тоже, кажется, голова немножко непропорционально туловищу. Такой вот лапки покороче, то есть она такая вот крепкий каркас, крепкая голова, но при этом она такая вот с лапками, такими маленькими, большими-большими глазами. Здесь тоже обращайтесь к анатомическим атласам, даже внутри каждой породы. И то же самое. Все животные, то, что я вам сейчас показываю, это схематические принципы, чтобы вы поняли, от чего отталкиваться. Моя задача вам упростить максимально задачу. А дальше вам нужно рыть, 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 как я, я все время рою в глубину. Но если что, можете спросить, я вам с удовольствием расскажу. Но опять же, в 90% случаев я или продублирую анатомические атласы, с их разборами там все очень подробно объясняется. Ну или отправлю к анатомическим атласам, потому что без них мы никуда, это наши друзья навеки. Но опять же, все снова у нас строится на почве геометрии, но в разных пропорциях, и в разных там своих геометрических особенностях, вот которых и нужно разбираться. Индивидуально, по каждому зверю. Все, как я люблю, за индивидуальность. С вами была Алина Смарагдова. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, ставьте лайк, делитесь с друзьями. И до новых встреч на четвертом уроке. Я вас люблю! Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok